Музыка Вы по нам соскучились? А мы по вам очень соскучились И я даже вам приготовил свой топ детского Евровидения 18-го года А я чё тут делаю? Дело в том, что я буду давать шанс А удаётся только раз Да и в принципе дать такое заключение Что не я один псих Такой считаю, что страны могут занять такие места А может быть я такой один псих Топ мой Составлял его я Это не Машин топ, сразу говорю У нас с Машей хоть и похожие вкусы Но есть где отличия Мы, как говорится, два разных человека Выросших в разных средах Имевших разный музыкальный опыт Поэтому топ исключительно мой И да, конечно, я буду давать все предсказания А Маша их будет комментировать А мне похуй на производство топов Как вы уже поняли Я их производить не буду Потому что вы и так знаете, какие песни мне нравятся Какие не нравятся И какая разница, кто из них там На каком месте находится Если что, Маша вам свой топ скинет Списком вы, как говорится Так Удивитесь Или не удивитесь Ладно, давайте-ка мы не будем Долго заниматься прелюдиями А просто я скажу, что Ирландия на последнем месте везде Да 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 Я изначально послушал песню И подумал Ну, очередная мальчиковая песня А когда наконец-таки увидел выступление О, господи Я чуть не оборжался от такого несоответствия Мальчик-ботаник пытается стать классным Это, по-моему, главный кандидат на премию Шпака Я не знаю насчет кандидата на премию Шпака Но то, что Извините меня Это последнее место детского уровня Вот в реальности Это У меня вообще никаких вопросов По этому моменту не возникает То есть последнее место зарезервировано Для Ирландии вообще будет победа Если она займет не последнее место Да На девятнадцатом месте расположилась Италия У нас с тобой совпадение Но, по моим предсказаниям, она будет седьмой Потому что зрители вполне могут клюнуть На эксплуатацию первой детской любви Вспомним слове 2015 Про перволюбезен, прима аморе и так далее Ой, кто там понял, о чем она поет? Тут не в этом дело Дело в том, что парочка Мальчик и девочка Но ты не забывай, что у них есть конкуренты Которые, как по мне Посильнее В нише парочек Скажем так Нидерланды Кстати, о Нидерландах Они на семнадцатом месте моего топа И, по моим предсказаниям Они займут тринадцатое место Они могут повторить успех в Болгарии 2015 Очень боюсь этого схода Хотя, если с Нидерландами они как-то повиняются местами И все-таки Италия будет не искать Я буду только рада Я только за Последние пять-шесть мест Вот это вот для нее Я думаю, после этого Италия сделает какие-то выводы Что не надо отправлять заявки тупо на результат На какие-то искрысные цели Не занимайтесь этим Дети, они живые У них есть вкус Они не этим занимаются Они просто отправляют того, кто хочет поехать И все Мне кажется, Италии все равно У нас пока что с тобой полное совпадение по Ботону Нидерланды это семнадцатое место Потому что восемнадцатое и шестнадцатое место А даю я России и Казахстану Которые так похожи своей штампованностью Россия как-то слегка подвешивает Ну, они меня обе подвешивают Начнем с того, что если Россия просто штамповка, да То Казахстан это еще штамповка мешанина Там столько разных мелодий намешано Еще этот дебильный припев из Fallen Stars и Чехии 2015 одновременно Россия, я предсказываю, двенадцатое место И я надеюсь, что это будет самый худший результат России на Одесском Евровидении Нет, не будет Не будет? Нет Будет топ-10? Нет, Россия будет топ-10 будет За счет Казахстана я не знаю, если честно Я думаю, что она будет достаточно высоко То, что топ-10, но на каком месте Я не думаю, что это топ-3 Так, Феллини, помолчи Я понимаю, что тебе интересно, но помолчи Гребаных котов не спрашивали Тем более ты в детском Евровидении ничего не понимаешь Если бы речь шла о сортах вискоса, тогда да Казахстану я даю пятое место, потому что я чувствую, что жюри может оценить Казахстан высоко А вот зрители могут ее принизить, потому что для детей это может быть устаревшим и взрослым Это слишком взросло Там нет и ни большого светлого чувства Там нет и ни веселья, ни радости Я вообще не знаю, какая эмоция в этой песне Вот какая эмоция в этой песне Я не знаю Для меня там нет ничего Но Данелия очень хорошо это все исполняет, поэтому она будет высоко Был категорию ужасных песен в моем топе И мы переходим к песне, которая, по мнению, просто плохо И открывает ее главный плагиат этого года Главный плагиат? Так какая страна, ты это догадываешься? А я что-то уже не помню Ну-ка, скорее, которая очень похожа на одну известную песню А на какую песню? А, то, что там в аранжировке местами на Хейло похожа Ну, это только в аранжировке и только начало Вот, если я бы не сказала, что в целом она прям такая вот Она шаблонная, наштампованная, да Таких уже много было со времен и Си, со времен и Хейло Но песня сделана мощно, поэтому я и поставил в предсказании 10 место Потому что это вполне возможно Это тоже топ-10 Мое 14 место досталось Мальте Да, из той же серии абсолютно песни Вообще из той же серии И по предсказаниям она у меня будет 16-й Потому что песня такая ровная и вокальный взрыв только один в самом конце Когда уже поймут, что это уже средняя шаблонная песня Вроде бы у нее какие-то высокие вокальные данные, но в песне это как-то не особо проявляется Да, да Она долго разгоняется Она очень долго-долго монотонно идет к своему пику Этот пик слишком короткий Потом все снова обратно падает и снова монотонно И девочка, да, но она никакая Она поет хорошо и все На этом все останавливается То же самое можно сказать про нашего израильского мальчика Который занял счастливое 13 место Но израильский мальчик, он поет достаточно проникновенно И у него песня такой стилистики, которой ни у кого нет То есть по его шансам я бы не стала делать предсказания Это очень сложно То есть он может быть как и в боттами, так и достаточно Ну я его поставил на 18 место Нет, нет, так низко он не будет Ну не знаю, так что вы смотрите, как в итоге поставят постановку Да Вот А мы переходим к горе песни Морма Больше нравится, чем не нравится Но каких-то особых таких вот эмоций Фоном послушать для меня лично никаких высоких, возможно, не звать И ее открывает Португалия Вот португалия, дайте я сразу скажу Португалия это претендент на боттам 3 Поэтому она у меня по предсказаниям 19-е Да Да, да, это однозначно А там вместе с Ирландией, вместе с Италией Я даже боюсь, что это будет повторение успеха Черногории 2015-го года Когда я построила его живое выступление Мама дорогая, библиотекарша получила повышение к заплате И она поет в караоке Прям вот харизма вот именно такая Да, причем у нее мимика вроде такая живая, симпатичная И девочка красивая Но это такое дерево Это полная баубаба Только тополей не хватает Хотя, может, они тополя тоже туда притащат И песня очень старая Она очень некачественная Она очень полюбительски сделана Для меня приятно фоном ее послушать И все, и забыть сразу же Хотя для поездки куда-нибудь Как раз таки, чтобы где-то фон звучало норм А ну так вот ее и забудут Вот послушать один раз и забудут На удивление, топ-10 открывает Беларусь Топ-3 Я обожаю эту песню Время подскажет Ведь для меня О, тайм Это больше, чем тик Так, это так и начинь Как, ой Нужно все расставить на своим местам Я признаю, с новой аранжировкой Песня гораздо интереснее звучит Не знаю, мне старая версия больше нравится Ну, не важно Короче, слушайте меня Вы, чмыри Даню Не трогать Руки прочь от Дани Меня этот хейт просто Обескураживает Скажу мягко Пошли Он будет достаточно высоко Но только если вживую не сложать Потому что у него с вокалом Есть проблемы И самое главное, что эту песню Написал наш с Олей выбор от Беларуси В идеальном Евровидении Так что К Сыльва Аудитория Моего тезки Может налететь Наголосовать И это будет справедливо Шикарный R&B Цельный продукт Хороший мальчик Все Поэтому он будет третьим в итоге Вы поняли? Вы поняли? Переходим к девятому месту К Польше О, да, детка У меня она стоит Во предсказании Один стенд Если ее исполнить С таким вот Мощью С таким вот Рокерской мощью С таким вот Эмоциями То песня Может вполне Зайти А если ее исполнить Вяло То ее ждет Судьба Мальты и Португалии Вполне вероятно Но Я могу сказать Что это суперпрофессионально Это суперкачественно Девочка Это исполняет Замечательно Но это очень взрослое Я могу это представить На взрослой Вроде Вообще Вот Легко Почему она мне девятая Все-таки Этой песне Чего-то не хватает Какой-то там Фишечки Какого-то Сачка Я согласна Вот именно В припевах Куплеты При хорусе Там вроде Бреж Все нормально А в припевах Могли бы быть Больше на горке Похоже Что там что-то Менялось Чаще Но это отличная песня Это одна из трех песен Этого детского Рейня Которую Действительно Могу Служить А мы переходим К категории Песни Просто Милая И самое интересное Что это Самые однородные Потому что В этой категории Все песни Из выпуска Мои личные баллады Которые мне Лично нравятся И поэтому Если они вам Не нравятся То это нормально Это мои личные Любимые баллады Так что Не надо мне Из-за этого Ставить дислайки Потому что Это же Лично мой топ Это ненормально Идите в жопу Идите в жопу В жопу Ты стой за себя Скажи Идите в жопу Идите в жопу Вот Молодец Давай еще раз Закрепи Идите в жопу Идите в жопу Идите вы все В жопу Кто ставит Дизлайки Из-за моего Невыбора Идите в жопу Те кто поставили Дизлайки Моему выпуску Пресвятой Троицы Из-за того Что я не одобрил Россию И Беларусь Идите вы В жопу Я не думаю Что они из-за этого Поставили дизлайки Потому что Беларусь И так хейтят Я думал Может фанаточки Потому что Я просто сказал Что Они любят Даську Не из-за того Что песня нравится А из-за того Что у них Такой возраст Когда их Любой мальчик Может вывести Из состояния равновесия Что Даня Продает секс И все прочее Ну я вот Его обожаю Но ты же понимаешь Что это не про меня Я знаю Что тебе просто Нравятся песни Потому что Если песни тебе нравятся То Извини Продолжай Продолжай На 8 месте Расположилась Македония Приятная песня Приятная Меня почему-то Она трогает Она трогательна И знаешь В чем секрет В том Как девочка Это поет Девочка Это поет Просто замечательно У нее Такие Тона Полутона В голосе Она как бы Завораживает Тебя Притягивает Хотя Сама песня Если убрать Вот это Это будет Обычная баллада 90-х Устарелая Но Это сделано Хорошо Ну я ее поставил На 14 место Я думаю Это вполне Будет Справедливо В смысле По шансам? Да Нет Нет Я думаю Что она Будет Повыше Очень Проникновенно Будем Смотреть Как будет В итоге А мы Переходим Сейчас Ты мне Будешь Посылать На все Веселые Буквы Я готовилась Я готова Давай На 7 месте Расположилась У меня Озорняшка Точно А я думаю Чего Ботами Не хватает Ебаного Азербайджана Ну она такая Милашка Вообще Я не могу Ее хейтить Я не могу Ее хейтить Да дайте мне Ее подтискать Дайте мне Ее подтискать Это ты Вот из-за Этой Ее мимики Но у меня Она так мило Поет Она такая Яшка Вообще Я эту песню Просто убить готова Все Это Это Ботом Я ее Поставил На 9 место По шансу Потому что Она такая Милашечка Я не могу Ее Но она такая Няшка Но песня Сделала Для того Чтобы Какая она Милая Няшка Блин Не будет Твоя Няшка Хуняшка Высоком Она такая Няшка Ня Да На 6 месте У меня Серпия А точно И про эту срань Я тоже забыл Но там Девочка Хорошая Но я ее поставил По предсказаниям На 17 место Нет 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 Я думаю Она повыше Будет 14 Все таки Ну Может быть Где-то Так Но я думаю Что ближе К 10 Вполне возможно Она заберется Если все Исполнит Хорошо Тоже Меня как-то Тронуло Это Исполнение Не знаю Но оно Очень доброе Песня Доброе Я не могу На нее Сердиться Очень хреново Что я тебя Сейчас не могу Тронуть Но Можешь Как бы Камерой Мне Погрозить Какой Плохой Мальчик Зачем я тебе Камерой Я тебе Могу Погрозить Португальским Ликером А он же Плохого Качества Нет Он не Плохого Качества Он просто Слишком Специфический На вкус Я просто Приеду И в тебя Вылю Всю эту Бутылку И тебе Будет Очень Очень Плохо Можешь По площади Прислать Не Я Это Лично Хочу Сделать Кто Тебя Будет Запихивать Я А мы Заканчиваем Наш парад Не довести Потому что Открывает Бой топ 5 Замечательная Девочка Из Дебютанта Уэльса Я не знаю Почему Некоторым Многим Людям Не совсем Нравится Эта Песня Потому что Как по мне Она Мягкая Приятная На ощупь Ее Глаза Вот эти глаза Они меня Совсем Я Я в них Утонул В этих глазах Они просто Заставили меня Полюбить Эту песню Вот эту Вот Стилистику Я не против Уэльса С такой Песней Такой Милой Такой Пущистой Такой Прибрежной Песней Я сказал бы То есть Это 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 магия Окей Да Она по атмосфере Классная Бла-бла-бла Припев Конечно Могли бы Писать Бла-бла-бла Но Я Боюсь Что это Ботом Я где-то Ее на Пятнадцатое Место Вроде Поставил Где-то Так Вполне Возможно И то Это Будет Еще Очень Неплохо Если Она Будет Пятнадцатая Потому что Девочка Ну Да Она Милая Но Ничего В ней Такого Притягательного Особо Нету Для Широкой Публики Песня Приятная Песня Приятная Ничего Не могу Сказать А мы Переходим К четырем Песням От которых Я Ну так сказать Более-менее Балдею Ну так Умеренно Балдею То есть К сожалению Нету песни Которые Меня просто Как Нета Там Или Фурейра Или Николас Нет таких Песен Но Вот На уровне Четыре И четыре С плюсом Такие Песни Аж Четыре И На четвертом Месте Расположилась Крайне Позитивная Грузия А Да Про эту Срань Я тоже Забыла Терпеть Не могу Эту песню Бла-бла-бла Девочка Ее Хорошо Поет Бла-бла-бла Она Будет Скорее В десятке Из-за Своего Блокала Бла-бла-бла Песни Я Опять Не могу Она Изучает Такой Позитив Ее В голосе Столько Позитива Я Поэтому Говорю Что Она Будет Достаточно Высоко Но Лично Для Себя Я Вот Устарелую Подростковую Музыку Слушать Не могу Я даже Сказал бы Она Мне Чем-то По Ощущениям Напоминает Хеленочку Из Беларуси Прошлого года Она Тоже Так Эмоционально Пела И Тебя Тоже Бесит Нет Грузия У меня Совершенно Никаких Чувств С Вокаунтом Все Отлично Грузию Я поставил Все-таки По Предсказанию На Штом Месте Будет Топ Десять Вопрос В каком Открывает Франц Вау Интрига Я соглашусь С тем Что Франца Действительно Не зря Вернулась Показала Нам Свой Колорит Французский Небольшой Показала Нам Какие У нее Милые Дети И то Что Именно Милые Французские Дети Это Супер Детка Там Все Хорошо Про Детские Ценности В конце Концов И самое Главное Это Современно Вот Это Как раз И По Детски И Современно Мне только Вопрос Возникает Почему Они с подругой Обмениваются Бумажными Письмами Но это Ладно Ну это Скорее Дружеские Вопрос В том Почему Бумажные Ну возможно Это Не знаю Какие-то Дружеские Разговоренности Наверное Так сказать Так Интереснее Наверное Это Их личные Дружеские Мовенты Это Их Половозрелые Трудности У Франции Все Отлично Девочка Вокал Мелодия Все У меня Она Где-то Будет Третья Четвертая Ну Наверное Четвертая Потому Что Все-таки Не вокальная Песня И С вокалом У нее Не все Идеально Ну Я Надеюсь Что И Не Помешает И О боже Остались Две Страны Кто Же Будет Первым Пёровым Какая Большая Интрига О боже Какая Большая Кто Же Будет Первым Албания Или Украина 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 или Албания Кто Же Кто Же Короче Албания Вторая Украина Первая Поняли Не 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 Поняли Давай Еще Мо Мус Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Но девочка чертовски красивая Понимаю, конечно, что по Албании у меня могут быть завышенные ожидания Наверное, от того, что у Албании I'm not you toy для детей Но при этом самым интересным смыслом Которое... Я не знаю, был ли он на детском мировидении, не был Но, по крайней мере, смыслом она выделяется По Албании... Мне все по Албании Ну, по Албании я все-таки скажу Что Албания не будет прям победителем слишком высоко Но я буду рада, если она будет высоко Потому что такие детские заявки, несмотря на то, что мне песня не очень нравится Мне нравится девочка Такие заявки нужны на детском мировидении И они должны быть высоко, как в Диме Диме Дамбайе Как и песня Франции этого года очень даже А Украина... Я надеюсь, Украина не запорит вокалом Потому что у нее какой-то необычный вокал Не сказал бы, но какой-то имеет свою специфику А в чем у нее специфика? И не совсем понравилось Что-то там мазало ноты Хотя, я надеюсь, как-нибудь преподаватели поправят это И она будет петь как надо По крайней мере, у меня смешанные чувства Это не победа Слишком много повторений Хотя песня качественная, все нормально Но я к ней совершенно ровно Она меня трогает эмоционально В этом году сразу с первого прослушивания задели именно как-то Украина и Франция Я могу это сказать сразу Если бы она одно и то же не орала постоянно Бла-бла-бла-бла-бла-бла Любовь-любовь-любовь-любовь-любовь-любовь-любовь-любовь-любовь То мне бы больше понравилось Вот это меня просто... Уши мои не выдерживают повторения одного и того же Это был мой такой топ Это были мои, так сказать, предсказания Сбудутся, не сбудутся Сие науки неизвестно Потому что я оценивал по песням То есть я не оценивал выступления А выступления могут быть совершенно неожиданными Я без понятия, кто победит Вот я не вижу никого на данный момент Кто бы выделялся на победу Поэтому, наверное, все решат репетиции Так что, да, решат репетиции Очень даже надеюсь, что за баллы, говорю, сажаться Жюри не смогут определиться, кто выиграет Да, по жюри я тоже, если честно, не вижу Много хороших вокалистов Но вот чтобы именно жюри протащилось Чтоб там было и харизма, и вокал, и песня Я не знаю, я просто не знаю в этом году Будь что будет Все Как Сутуна решит, так и будет Ну, по-моему, уже все сказали Что-то, что-нибудь добавить есть? Так, стоп! Кажется, я забыл 11 место Или нет? И в шаге от моего ТОП-10 останавливается на 11 месте Армения Ах ты тварь! Ах я тварь! Это, между прочим, мое первое место Это мой фаворит Вообще без всяких вариантов Там потрясающе Все, кроме живого вокала Но для меня это не важно Потому что я слушаю студию Это одна из трех песен этого года Которые я хочу запихнуть Плееры слушать Все Мелодия вообще просто потрясающая Ну, почему я поставил ее на 11 место? Я признаю, что она современная Я признаю, что она попадвигательная Я признаю, что она не скучная Но Для меня мелодия Она на каком-то одном уровне И бит немного заедает Надоедает Плюс еще, когда я вспоминал Прошлогоднюю заявку Армении Я нашел некоторые совпадения В мелодии Прошлогодней заявки Армении А у меня прошлогодняя заявка Армении Она На По-моему Предпоследнем месте Поэтому, как говорится Не, ну одно дело Какие-то совпадения Местами Другое дело, когда она Постю похоже Я вообще не помню Прошлогоднюю заявку Я помню только ее название Все И симпатичного мальчика Не медь не медь Так Вообще Вы поняли, что Это все-таки мой топ Анимация Слушайте, Армения Супер, дед А по шансам Ну-ка, ну-ка Так, сейчас минутку проверю Че ты там думаешь Так Стоп 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 А по шансам Армении Ты че думаешь А? А по шансам Армении Восьмое место Наивный цыганский мальчик Ладно, давай продолжай Ну раз уж мы все вспомнили И помните Дети, идите в жопу Ебитесь, дети Ебитесь И, пожалуйста, мониторьте Хотя бы раз в месяц Мировые чарты Да, какие хиты выходят То есть Послушайте, что в тренде Послушайте, какие звуки Новые Всем бай-бай Фак ю, дети Армения все равно the best